Привет, друзья! Я тут недолго отсутствовал, и накопилось достаточное количество интересных тем. Я бы хотел, выказав таким образом свой респект, начать со своего любимчика. С Лёхи Гончаренко. А это ведь человек незаурядного таланта. Ну, сами подумайте, человек сумел переобуться с партии регионов и перейти в партию Порошенко, и при этом остаться на плаву. В Портове! Ханьба! 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 Это, как вы знаете, митинг ФОПа под Верховной Радой Украины, который прошел несколько дней назад. И Лёха Гончаренко решил в нём принять непосредственное участие, выйти на сцену и поддержать ФОПов. Но народ его принял не очень радужно. Та нахрен мне такая ваша боротьба! Вы зрадники! Депутат Зодчаренко! Ты даже законопроект! Ну, звук коллеги неправильного! Вивчин! Ты такой самый, как и воды! Вы сильным миром, мать! Зрадник! Ай-яй-яй-яй-яй! И что такое, Лёша? Тебя что, прогнали люди со сцены, как шелудивого пса? Прошу прощения, не могу сдержать, вот который раз это смотрю, не могу сдержать улыбки на лице. И вот знаете, вот эти люди, им всем стоит пожать руку, потому что вы все должны вот так делать. Вы не должны быть в отношении вот этого человека и ему подобных христианинам. Прощать и забывать, как этот персонаж когда-то цинично и нагло переобулся. Вы зрадники! Депутат Зодчаренко! Ты такой самый, как и воды! Вот так нужно поступать каждый раз с Лёхой и ему подобными. Браво еще раз народу. Но давайте перейдем к ситуации в стране. Ведь она действительно на данный момент критическая. И об этом говорит чуть ли не каждый Гордон. Я думаю, что дело плохо. Я не хочу ни в коем случае нагонять панику. Я просто вижу глупость и беспорядность. Это такое хорошее слово украинское. И я понимаю, что дело плохо. Это Гордон говорит о ужасающей экономической ситуации в стране. Но всем и каждому известно, что в бюджете большая, огромная дыра и финансовый кризис в Украине. И как вы думаете, что в это время, во время финансового кризиса и этой экономической дыры, чем занимается Державное бюро расследований. Правильно. Они покупают себе новые машины. ДБР купило Лангкрузер майже за 2 миллиона гривен. И 5 простейших позашлихулакив по миллиону за штуку. Некомфортно жить в стране, где народ живет в гав... Но и это еще не все. Управление государственной охраны обновило автопарк на 3,3 миллиона гривен. Охрана первых лиц будет располагать 3 Митсубиси Паджеро Спорт по миллиону за штуку. Кстати, в октябре-ноябре на обновление автопарка государственных ведомств было потрачено не менее 27 миллионов гривен. Как же так все есть в стране, а народ живет в гав... Знаете, вот смотря на все это, вспоминается статья, которую я читал когда-то про президента Швейцарии. Так вот, президент Швейцарии, уж даже не помню, как его зовут, не суть важна, как говорится. Он ездит, совершенно не брезгует ездить на электричке. В присутствии всего-навсего одного охранника, при этом его мало кто узнает. Ну просто в цивилизованной стране нет никому дела до того, кто является президентом. И у него небольшое количество министров, и там экономят в Швейцарии... Вы понимаете, что такое Швейцария, да? Это одно слово только, все характеризует. В Швейцарии экономят каждую копейку. Тут, во время самого ужасного финансового кризиса, наверное, за всю историю существования Украины, у нас ДБР покупает себе новые машины. Какие-то еще вам комментарии нужны? Я думаю, что кроме матов тут более сказать нечего. Еще одна тема, я ее как-то пропустил, была недавно перепалка у Шустера между Яценюком и Ильей Киевой. Вам, вам, лично вам, персонально, народ Украины уже высказал свое отношение. Арсений Петрович, можно бесконечно кричать о человеке, которого знают, не знают. Сегодня вас уже с трудом знают, а знают о том, что вы причастны к уничтожению экономики. Сожрите друг друга. Вот все обратили внимание на эту перепалку. Многие блогеры уже обсосали эту новость. Но мало кто обратил внимание на наезд Гены Корбана на своего старого закадычного друга Игоря Валерьевича Коломойского. Да, то есть представитель ОПЗЖ, он больше склоняется к внешнему управлению со стороны России. Арсений Петрович больше, очевидно, склоняется к другому, к западному больше направлению. Но я вам скажу так. Знаете, тут надо еще поискать внутри страны. Есть у нас внутри страны прекрасные активы, которыми управляет, например, господин Коломойский. Почему у него такое право? За что ему такие преференции? Я не понимаю. А это хороший ресурс. Предприятия УкрНафта, УкрТрансНафта, УкрТатНафта, другие госпредприятия, УкрСпирт. Это все доходные компании. Центр Энерго. Почему вдруг этими компаниями управляет гражданин Украины? Я не понимаю почему. Забавно наблюдать за тем, как Гена Корбан, который много лет сотрудничал с Игорем Коломойским. Как говорят злые языки, был его правой рукой. Возглавлял его силовое крыло. Там рейдерство, там отжимы и прочие грязные делишки. Вот внезапно напал на Игоря Валерьевича Коломойского. И сказал четко, что не важно там Россия, Америка. Друзья мои, посмотрите сюда. Вот тут у нас есть самый главный враг для этой страны. Это олигархия. И тут безусловно Геннадию Корбану, несмотря на то, какие у него там заотношения сейчас с Коломойским, нужно поставить огромный плюс и пожать ему руку. Потому что он говорит о том, о чем мало кто говорит. Что главный враг в Украине это олигархи. Ну, вряд ли, честно говоря, друзья, я бы пожал руку Корбану. У меня на сегодня все. Ставьте лайки, пишите комментарии. Это очень важно в продвижении видео. Ставьте колокольчик. Всем пока. Пока! Семь олигархов держат Украину, концентрируют все ресурсы в своих руках. Вот эту бедную Украину держат в руках. И в результате у нас Украина семейный рекордсмен по неизрастанию ВВП на душу населению. И это единственная страна в Европе, которая на уровне субсахарной Африки по ВВП. Это катастрофа. Пока в Украине не удастся победить этих олигархов, маленьких и больших в разных сферах экономики никакого экономического роста не будет. Олигархи консервируют нищету. Мне приятно просить. Кушать хочется, иду к людям. Для них земля, для них золотая вольность, а остальные быдло. Субтитры создавал DimaTorzok